Благословен Господь! Благословено Его имя! Дорогие друзья, слава нашему Господу! Я хочу вас приветствовать такими словами, которые оставлены в Священном Писании. Всем нам знакомо это место. Плач и Реми, 3 глава. Здесь написаны такие слова. 22 стих, 23. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Она обновляется каждое утро. Велика верность Твоя! Слава нашему Господу, дорогие друзья, что милость Господа обновилась и в это утро над нами. И другое место я хочу говорить своими словами, где, помните, это место, где Израиль воевал с велистимлянами и одержали великую победу. Самуил взял камень, поставили его, говорит, и до сего места помог нам Господь. До сего места помог нам Господь, дорогие друзья. Господь сохранил каждого из нас, кто сегодня пришел на собрание. Мы видим лица друг друга, мы очень рады, что у нас была эта возможность, есть эта возможность, прийти вновь на собрание и славить имя нашего Господа. Я хочу сегодня говорить вместе с вами, дорогие друзья, о таком месте, которое оставлено на Священном Писании для нас в пример. Я это хочу говорить себе и хочу вам говорить для каждого из вас. Эфессианам 5 глава, 15 и 16 стих. Здесь написано так. Ибо, итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. В другом переводе с английского он как-то переводится чуть по-другому. Не дорожа времени, а искупи это время. Насколько важно, особенно, дорогие друзья, в нашей жизни, чтобы нам ценить это время. И вы знаете, вообще в нашей жизни мы полностью связаны с этим временем. Господь даровал нам это время, этот отрывок времени Господь даровал каждому из нас, чтобы мы, пройдя этот жизненный путь, пристали перед нашим Господом. Другое место я хочу прочитать опять. Молитва Человека Божьего. Здесь написаны такие слова. Всем также нам знакомый Псалом. Знакомое место, где Моисей говорит такие слова. Дни наших, 89-й, 10-й стих. Дни лет наших, 70 лет, а при большой крепости, 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим. И здесь выше хочу прочитать 5-й, 6-й стих. Ибо перед очами Твоими тысячи лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их. Они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подкашивается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости Твоей. Мы в смятении. Где он просит, чтобы мы так исчисляли дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Все в нашей жизни связано со временем. И вы знаете, что удивительно, что вот с этим временем считался сам Всевышний. Он в свое время послал в этот мир Сына Своего. Не раньше, не времени, а когда пришло именно время, он тогда послал в этот мир Сына Своего. И в этот мир Христос пришел, дорогие друзья, в то время, когда нужно было прийти. И смотрите, несколько моментов я буду говорить своими устами, времени, где однажды его братья каким-то даже образом как-то упрекаете его, где они ему говорят, Христу говорит, иди покажись миру всему. Он говорит, ваше время пришло, а ваше, мое время еще не пришло. Он знал время, когда нужно было идти ему туда или туда, в то или иное место, где нужно было Христу находиться. Время другое, где, опять я буду говорить своими словами, где, когда пришло время Пасхи, где он говорит своим ученикам, идите и скажите, что пришло время, где учитель должен с учениками есть Пасху, приготовить Пасху. Потому что пришло время. Он не сделал это раньше или позже, он сделал это в то время, когда нужно было сделать. Опять, сколько раз было момента, когда Христа хотели брать, но они его не брали. Он проходил как-то мимо-мимо толпы, прошел и ушел. Потому что не пришло время. А написано, пришло время, когда они его взяли. И он говорит им перед распятием, он говорит, что ныне это ваше время. Пришло время, это ваше время. С временем связана вся наша жизнь, дорогие друзья. Из этого другое место также буду читать. Всем нам знакомое место. Потому что со временем связаны события в нашей жизни. И Экклесиас в 3 главе, с 1 стиха, он говорит такие слова. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время световать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать. Время молчать и время говорить. Время любить и время ненавидеть. Время войне и время миру. Он дал вот это время каждому из нас. И вот как мы ее проводим? Вот я сейчас говорю, и вот каждый из вас, вот вспоминайте вот эти месяца, которые у нас прошли, которые у нас, к сожалению, не было возможности приходить на собрание. Как мы провели это время? Чем мы занимались? Вы знаете, кто регулярно читает Библию, ее можно пересчитать за год, можно пересчитать полностью всю Библию. Вот отрывок этот времени в пределах пяти месяцев, которые люди не приходили на собрание, если мы регулярно читали Слово Божие, мы должны были, вот половину этой Библии мы должны были пересчитать. Вы согласны со мной? Мы так сделали? Блажен тот человек, который так сделал. Которого он это время, которое ему было отпущено Богом, он ее не потратил так даром. Вы знаете, иногда вот в нашей суете мы можем быть очень сильно заняты, проводить время на работе, с другими вещами заниматься, а вы знаете, а это может быть без пользы. Она в глазах Бога ничего не ценится. Ничего. Если мы не поставили на первом месте, не поставили нашего Творца, вот это все эти наши старания, все это наша суета, он может быть ничего перед нашим Творцом. И вы знаете, я убедился даже для себя, убедился. Вот когда я делаю себе время читать Библию, вот казалось, и так времени не хватает, я иногда в дороге, вот еду на траки, и казалось, вот и так времени не хватает, надо быстрее доехать. Куда еще Библию читать? Вот эти 15-20 минут, которые я протекую, себя останавливаясь и читать, иногда кажется, ну вот не хватит мне туда доехать. А вы знаете, а Библия говорит другое. Я хочу прочитать этот псалом, я знаю, что многие из нас знают его наизусть. Это первый псалом, где написано, что блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на путях грешных, и не следит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево посаженное, при потоках вод, который приносит плод во время свое, и лист, который он не вянет, и во том, что он не делает, успеет. Вы понимаете, вот что бы ты ни делал, ты успеешь. Вот бери это и практикуй в жизни, и убедись в этом. Однажды Бог говорит Израилю, когда он говорил о Десятине, говорит, вот вы меня испытайте этим, и посмотрите. Испытай вот Господа в этом, и посмотришь, ты успеешь или нет. Не так нечестивые, но они как прах возметая ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивый погибнет. Господь говорит во время благоприятное, это вторая коринфианом, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот вы знаете, вот это время, которое нам дано, настолько люди ошибаются в этом, особенно люди, которые начинают приходить на собрание, или люди, которые неверующие, иногда приходят на собрание, они, кто-то им проповедует, и они думают, что придет тот день, когда он покается. Поживу еще немножко, вот я сделаю то или другое, что я запланировал, и потом я покаюсь. Вот это нас очень сильно ошибает. А ты уверен, вот ты уверен, что в тот день, когда ты, вот в следующий раз я приду на собрание, и я обязательно покаюсь. А ты уверен, что в следующий раз будет этот день? А ты уверен, что в следующий раз Дух Святой коснется твоего сердца, будет это пробуждение, будет это призыв к покаянию? И сколько, я уверен, каждый из нас, дорогие друзья, знает много таких свидетельств, где человек планировал, что в следующий раз он сделает то или другое, или покается, но этого следующего раза не дано было ему. Вот как мы время проводим в своей жизни? Вы знаете, я даже наблюдаю за собой иногда, смотрю, если бы мы, вот десятую часть из этого времени, которое Бог нам дает, десятую часть, которую мы проводим на телефоне, вот, то есть, сколько времени мы проводим на телефоне, вот, десятую часть из этого времени удели Библии, и это будет, это будет нормально, это будет не то, что нормально, я просто говорю, вот, столько времени мы проводим на телефоне, и столько вредим проводим в Библии. Вот хотя бы посчитай, сколько это будет. И это будет, ты за год точно перечитаешь Библию. Даже может быстрее, чем за год. Потому что мы иногда можем и по 3 или по 4 часа в день бегать по этому интернету, по этому телефону. Вот 3 часа в день. Это сколько? 180 минут. Вот эти 18-20 минут, которые ты будешь считать Библию каждый день, ты ее за год перечитаешь. Вот насколько кажется это реально, или насколько кажется это правильно, как мы поступаем или как мы распределяем свое время. В притче Соломон говорит такие слова. 10 глава. 5 стих. Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный. Если ты не вовремя собираешь то, что тебе Господь даровал, Библия просто называет нас беспутным, или расточителем, или ты неправильно делаешь. Вот смотрите, Всевышний показывает такой замечательный сон Иосифу. Что ждет Египта, и что ждет его в Египте. Вот эти 7 лет урожая, и 7 лет великого голода. Вот если бы Иосиф не воспользовался вот этим временем, или не начал бы собирать от начала, или бы начал бы собирать от начала, а в конце, потому что написано, что в конце он даже перестал считать, сколько уже собиралось. Вот бы собрал бы 4 года или 5 лет, действительно там было очень много собрано, сказал бы уже достаточно, зачем нам больше нужно. Здесь мы столько собрали, что нам хватит. Если он пересчитал считать, я думаю, что там было очень много хлеба собрано. Но он собрал это до конца. Столько Бог ему сказал, чтобы он собирал. Столько он и собрал. Потому что Я говорю опять, возвращаясь к тем словам, которые я говорил в начале, вся наша жизнь связана со временем. И как мы ее проводим, это время, она у нас очень быстро летит. Она не то, что, вот как где я читал, Моисей говорит, что где наши летят, они не то, что идут. Буквально наша жизнь летит. И другое место хочу просчитать, это 60 Сейчас. Здесь где Давид говорит, что ты дал нам дни, как пяди. Вот пять. 38 36 где-то, по-моему, назовем. Да, благодарю, Ваня. 38 Псалом, 6 стих. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно совершенной суета всякий человек живущий. Подлинно человек ходит подобно призраку, напрасно усуетится, собирает, и не знает, кому достанется то. Вот такая жизнь наша, дорогие друзья. Если человек неправильно ее распределяет, Библия говорит, что просто человек трудится, суетится, собирает, и не знает, кому это все достанется. Потому что всему свое время. Здесь одно место я хочу прочитать. Это Еремия, 46 глава, 17 стих. Здесь написано так. А там кричат, фараон царь Египта смутился, он пропустил условное время. Вот ему было дано время, этому человеку, для какого-то дела, а вот он пропустил это время, которое ему было дано. Я хочу вспоминать своими словами пару историй из Библии, которые оставлены в Священном Писании. Вот мы знаем всем знакомое место, где написано, что Христос проходил через Ерихон. И вот там сидел человек слепой по имени как? Дети. Как его звали? Вартимей. И вы знаете, вот исследуйте Библию, найдите это место, исследуйте дальше. Мы больше не видим, чтобы Христос проходил больше через этот город. вот в Артемею был дан, вот это время, ему было дано встречаться с Христом. И если он бы в тот момент послушал людей, которые люди заставляли его кричать, заставляли его молчать, когда он говорил, когда потом он начал кричать, если бы он послушал этих людей, он бы остался бы слеп и дальше на всю свою жизнь. Вот ему было дано это время, дорогие друзья, и он воспользовался этим временем. Он воспользовался этим временем правильно. Тогда, когда люди говорили ему, не утруждая, или заставляли его молчать, он наоборот возвысил сильнее голос свой, и он остановил самого Христа. Остановил, и Христос дал ему то, что он просил. Одно место я хочу прочитать, всем знакомая история. Это от Луки 19-я глава. Прочитаю я чуть выше, с 41-го стиха. Мы знаем ту историю, когда он приблизился, когда он вошел в Иерусалим. Это Луки 19-я глава, 41-й стих. И когда он приблизился к городу, то смотря на него, заплакал о нем и сказал, о, если бы ты хотя бы в твой день узнал, что служит миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стесняют тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебя камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. И мы знаем, что вскоре это случилось, буквально через лет 35-36, после этого, когда Тит осадил этот город, как он был разорен, этот город, столько людей погибло в него, столько людей умерло от голода, сколько было побито. История говорит, что после этого столько, которые попали в плен, их по всему миру отдавали в расство, продавали за ничто, столько народа было собрано, было взято в плен, за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Другое место, дорогие друзья, я буду говорить своими словами, всем также нам знакомая история, ее можно объяснить или трактовать по-разному, а эти пяти мудрых и пяти неразумных, вот смотрите, так получилось, что жених замедлил, и написано, они все уснули. Но это, вы знаете, это реально, что человек засыпает, потому что было поздно, была ночь, и в этой притче я не вижу, чтобы вот осуждали или упрекали этих дев, что они, за то, что они уснули. Но вы знаете, вот легли и те, пять, и эти другие, и мудрые, и неразумные, легли вместе, они были одинаковые, может даже одежда у них была одинакова, как сегодня принято на браках, на свадьбах, чтобы одевались все одинаково, все дружки. Может, тогда то же самое было, но одни легли с запасом, они имели запас этого масла. А другие подумали, как иногда, мы настолько привыкли вот в этой стране до сих пор, буквально до пяти месяцев назад, мы были привыкли, что можешь и в одиннадцать, и в двенадцать в ночь захочешь кушать, встанешь и пойдешь в магазин, и ты пойдешь купишь. Чего сегодня немножко поменялось это. Вот настолько мы были привыкли, что так будет, так, наверное, и вот в этой прищете. Они были привыкли, что они встанут и найдут этого масла. Но вот они проснулись, а вот у них вот этого запаса не было. И вы знаете, что удивительно, они вот исправили эту ошибку. Ту вчерашнюю ошибку они исправили. Они пошли, нашли масло. И вы знаете, я правду не знаю, как объяснить вот эту прищу. Потому что они масло нашли. Они вернулись. И они вернулись по правильному адресу. Но уже исправить ничего невозможно было. Мы сегодня, многие из нас, делаем запас жизни, переживаем, делаем запас, чтобы у нас было. и я не говорю, что это плохо. Но я даже недавно статистику слушал. Но вы знаете, меня удивила статистика, где говорит, что от переедания больше людей умирает, чем от голода. Вот это время, которое нам дано Богом, вот этот дар от Бога, и ее никто не смог вернуть назад никогда. Вот мы можем вспоминать, что было год назад, два, или больше времени назад, но возвращать мы ее не можем. Если кому-то из нас в жизни дано до сегодняшнего дня что-то исправить в своей жизни, что мы вчера не сделали правильно, мы можем исправить. если дано тебе вот эта возможность попросить прощения, слава Богу, и вы знаете, вот настолько мы опять привыкаем, вот мы можем с кем-то поспорить, муж жену обидит, жена мужа, разошлись кто куда, на работу, тот туда, тот туда, и ты уверен, что вечером будет, или на другой день, что ты примиришься с этим человеком, а может это и не быть. Вот настолько мы привыкли, ничего страшного, потерпит тот человек, хотя вот в прищетах, или у Кельсиаста где-то написано, что если кто-то к тебе пришел и попросил, не говори ему, иди, и завтра приходи, делай тогда, когда тебе дан вот этот отрывок времени, когда тебе дан, вот в это время же ты и делай, что тебе дано. Потому что придет время, где написано в Откровении во второй главе, где ангел по небу летел и говорил, что придет время, когда времени не будет. Как это будет, я не знаю, но написано, что времени не будет. И у Амоса, мы даже этот псалом часто раньше пели, где мы пели такой псалом Амоса, где говорили, что будут ходить красивые девы и юноши от моря до моря, ища Слово Господнее, и не найдут ее. Вот видим, что жизнь еще будет продлеваться на земле. Будет жизнь. Если люди будут ходить, бегать, искать, значит жизни будет. Но времени для покаяния не будет. Если ты сегодня молодой, и ты думаешь, что у тебя время еще будет много впереди, что ты найдешь время, найдешь этот день, когда ты покаяешься, когда ты примиришься с Богом, когда ты заключишь завет с Богом, войдешь в тот завет, который Господь заключил с нашими отцами, ты можешь ошибиться очень сильно. кто мог подумать, мои дорогие, что вот так изменится, так поменяется жизнь в этой стране, где мы живем. Настолько мы спокойно и уверенно жили, что нам казалось, что нас здесь ничего не достанет. Здесь сильная армия, одна из самых сильных в мире, как считается, сильная полиция, которая нас может охранять, но оказывается все поменялось. И так быстро все поменялось, и так может в жизни нашей так много меняться, что мы даже не можем себе представить. И вот этот отрывок времени, который Господь тебе отвесил, который Господь тебе дал, проживи его правильно. Многие мои ровесники, даже старшие, которые мы прошли эту школу там в Союзе, помним эти знаменитые слова Островского. Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Хочу прочитать одно место. Это первый Паральпенон. 12 глава. Вы знаете, что я здесь заметил? Очень интересный такой стих, который мне очень понравился. Мы помним, когда после того, как Давид воевал, когда уже весь Израиль готовился к короновации, как говорится, Давида, и вот приходили к нему из разных колен, приходили отдельные люди, и приходили из разных колен, чтобы вернуть его обратно, чтобы уже утвердить его царем над всем Израилем. Это первый Паральпенон, 12 глава, и 32 стих. Здесь написано так. Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежало делать Израилю. Их было 200 главных, и все братья их следовали слову их. Вот пришли люди разумные, которые знали все, что, когда и как правильно сделать. И вот смотрите, 200 человек, и все их слушали. Потому что они знали время, и знали, как правильно все сделать, как правильно все расставить по местам. Господь упрекает через Исаию Израиля, что и птица знает свое место, и ласточка знает, а вот человек не знает Бога, или не знает времени. Не знает время. Знаете, есть такая поговорка у нас в Союзе говорила, в той стране, где мы жили. Приготовь сани летом, а телегу зимою. Помните такую поговорку? Это говорит о том, что надо все вовремя все сделать. Самый ценный подарок, который ты можешь преподнести кому-либо, это твое время, потому что ты отдаешь то, что никогда не сможешь вернуть. И вы знаете, и мы редко, такой стихотворец сказал такие слова, что мы редко ценим то, за что не платим. Мы редко любим тех, кто мы редко любим тех, кто любит нас. Мы редко ценим то, за что не платим. Вот мы не ценим вот этим временем, которое дано нам в этой жизни. У меня где-то есть написано, сколько минут, сколько секунд, в часу, сколько в году собирается, и сколько за 70 лет, 80, сколько человек набирает вот эти 38, по-моему, миллионов секунд. А ты знаешь, они очень быстро летят. Если тебе кажется, что их очень-очень много, если ты их неправильно распределишь, ты можешь стать очень быстро банкротом. И вот это время, которое нам дан на Всевышнем, вот это отрезок времени, который нам дан, это наш путь, это наше движение к Богу, это наша встреча с нашим Всевышним. И вот от того, как ты провел вот это время здесь, на этой земле, это все зависит твоя встреча с небесным Творцом, что ты выбрал себе, что ты определил, где будешь дальше проводить свою вечность. Я бы хотел, дорогие мои, чтобы мы очень ценили, очень-очень ценили вот этим временем, которое нам отдано, вот этот отрезок времени, которое нам Творец отдал. Потому что вы сами свидетели тому, что как много перемен даже в этой стране и во всем мире, как быстро время меняется, столько много перемен в этой жизни, когда я тебе говорю, настолько она была стабильна, буквально год назад, два, настолько была стабильна эта жизнь, что мы никогда не думали, что такое может быть. Кто из нас думал полтора-два года назад, что не сможет свободно купить билет на самолет, куда-то улететь, не сможет проводить время там или так, где мы заранее планировали когда-то куда-то ехать отдыхать, может за год или полтора, может даже раньше планировали, покупали билеты и все это сбывалось. Сегодня это не так. Из-за этого я бы хотел, чтобы мы очень хорошо взвестили свое время, посчитали, сделали правильный расчет своей жизни. Еще одно место хочу прочитать, где опять связано все со временем, это говорит Яков 4-й главе 14-й стих, как здесь говорится, как обычно люди так раньше говорили, вот вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, это пар, являющийся на малое время, а потом исчезающая. Вот жизнь человека, это как пар, являющийся на малое время, потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. И вот вы знаете, вот за это время, которое нам Всевышний даровал, или вот отрывок времени, вот допустим, год ты взял себе решение вот в этом году сделать то или другое, вот кто-то за год может достичь каких-то высоких успехов, достичь каких-то больших целей, а кто-то год пройдет, проспит этот год и ты его ничем не вернешь назад. И опять исследование, вот заметно, вот кто покупал, как мы говорим, фитнес, берешь на год, от начала года до следующего года берешь на год, говорит, заметно, вот первые два с половиной три месяца зал полный, но это было раньше, сегодня опять все поменялось, два с половиной три месяца фитнес полный, вот буквально май, юнь, допустим, другая часть года меньше, а в конце года как на финиш, когда мы бежим, уже никого нету. Или вообще осталось мало людей, которые туда ходят. Да, мы ставим себе цель, все то и сделаю, но мало кто доходит до финиша, как мы планируем в своей жизни. Меняется наш ритм, меняется наше мышление, из-за этого как бы было бы очень хорошо, чтобы мы в своей жизни на первом месте ставили Слово Божие. На первом месте мы ценили этим местом. Буквально даже полгода назад нам приятно было приходить на собрание, зал полный, хор здесь полный, как сегодня все поменялось. и дай бы Бог, дал бы Бог, мои дорогие друзья, чтобы поменялось в лучшую сторону, чтобы здесь опять был полный зал людей, чтобы хор занимал свое место, чтобы было такое прославление, как Господь хочет от нас. Дал бы Бог, чтобы было так. Но мы не знаем, как будет. Будем молить нашего Творца, чтобы Господь благословил вот тот отрывок времени, который нам Всевышний даровал на дальше, чтобы Господь нас благословил. И если ты неправильно распределял вот свое время, чтобы ты поменял свои взгляды на многие вещи, чтобы ты правильно распределял свое время, чтобы находил время для чтения Слова Божия, чтобы ты находил время для общения с Всевышним, чтобы ты находил время приходить на собрание, если Господь нам дарует это время приходить на собрание. Приходите на собрание. Цените этим временем и этим местом. Пусть Господь благословит каждого из нас, дорогие друзья. Пусть Господь благословит дальнейший ход служения здесь, на это место. Благословит Господь наши дома, этот город и страну, где мы живем. Будем молить нашего Творца, чтобы Господь благословил эту страну. Потому что еще, слава Богу, до сих пор мы здесь в Ванкувере спокойно живем. Я не знаю других микрорайонов города, как там дела идут, но у нас здесь нормально мы живем. Мы видим, что творится в других городах, дорогие друзья, что творится в других странах. Чтобы Господь благословил руководство этого штата, этой страны, особенно в это время, чтобы мы будем молять Творца, чтобы Господь благословил. Потому что, если мы не обратимся к Богу, вот мы упустим это время, и мы не знаем, какая власть придет завтра, чтобы потом не приходилось нам жалеть. о том упущенном времени, которое нам Творец даровал. А Ему за все пребудет вечная слава. Аминь.